Время час дня, Катя включила свет, потому что в квартире темно У себя в комнатушке я тоже врубил лампу В Москве обещают сегодня какой-то супер ураган Вот такие тучи у нас, прекрасные Ну посмотрим, что будет Даже Собянин сегодня слышал, да? Сказал, не ходите на работу, по возможности сидите дома Сейчас еще и свои комнатухи покажу Вообще, блядь, света нет, не хватает Но здесь не все так печально Хотя громыхает Ну вот, надеюсь, сейчас вы слышали Вон, молния сверкнула где-то Ладно, заснимем чуть попозже Ну а я сижу, работаю Фортальные планы скоро надо будет обсуждать Вот, сижу, пержу, придумываю Началось Беги домой, девочка, быстрей Да, льет как из ведра А еще я с вами хотел поделиться новостью То, что YouTube выкатил функционал тестирования обложек Можно выбрать до трех штук Вот у меня тут небольшой тестик был Так что, если вдруг увидите, что у видоса меняются обложки Это не потому, что я дурак и постоянно их меняю Значит, вы попали в тестирование Вот, это на самом деле долгожданный мной функционал Ну, примерно три года я назад писал поддержку Типа, сделайте обо-тестирование Но только сейчас вот докатили Такое ощущение, что на улице глубокая зима Потому что сейчас второй час дня В будке уже ночь Ну, у нас, блин, в принципе, никогда света нет Даже когда солнечно на улице Только вот этот кабинет освещается хорошо На кухне все равно свет включает Ну, ты просто поздно стоишь из-за этого Да не в этом дело Да в этом дело Я когда с утра прихожу на кухню, солнце светит по полной Ну, нет лучей прямых Да, чуть-чуть совсем Это 10 минут учит буквально Потом оно уходит Я тоже вставала рано В 6 утра, когда занималась плотненькой йогой И там все равно Солнышко вот чуть-чуть совсем Потом оно уходит Да, нормас так поливает, Катюк У нас, в принципе, все закончилось Только что писал маме Медведка у них там еще в процессе Деревья качаются во все стороны Ну, и Катя сбегала до АББшки Я, конечно, сильно удивился Потому что дождь идет Купила губки для посуды И вот такую штучку для телефона А для камер нет таких? Будешь свои кики-токи снимать, да? Да Все, иди корми меня, женщина И прям настолько светлей стала сразу в комнате Вообще класс Там разные цвета, бульерка, розовая И всякая прозрачная, мне кажется Не, нормально, нормально Не знаю, насколько ее хватит Ну, вроде как Но она же дешманская Да, ну, чуть 150 рублей стоит Да, вообще копейки Я вот не знаю Я ее только что прикрепляла вот сюда Телефон упал А попробуй? Да, попробуй Ага Честно, стремно Ну, вроде держится, кстати Я думаю, зависит от поверхности Вон, я чину, вроде нормально Все Теперь будешь в самых неожиданных местах, да? Записывать свои штучки, брючки Ну да Так прикольно Короче, я на ВБшке купила вот такие силиконовые штучки Это медицинский какой-то силикон Безопасный для кожи В общем, их нужно вот сюда надевать между пальчиков Потому что сейчас все носят обувь такую плотную, которую пальцы прям вот так сжимают И у многих происходит искривление, косточка вот эта вылезает Я думаю, многим это проблема знакома А по факту пальцы должны быть прям ровненько Вот так Друг от друга немножечко на расстоянии Вот, и я, Андрей, решила нацепить Говорю, это полезно Без моего ведома Меня держат в заложниках Я говорю, мне не надо Тебе надо Хотя бы часок в день ходи в этом А то ты тоже кроссы носишь Ты их надеваешь, блин, щекотно, капец Вот так это выглядит Блин, ну у тебя тоже кроссовки такие, что вот у тебя палец на палец находит Они вот так вот прям вместе Да мне пофигу А должны быть ровненькие Да пофигу Ну мне не пофигу Так что лежи, сейчас буду вторую надевать Походишь хотя бы часочек Вот, видишь, это ненормально Должно быть вот так Майк, хватит днуть пальцы мои Все, лежи, не дергайся А у нас обед Омлет, сардельки Немножко овощей Соль, которую мы из Дагестана привезли И смотрим сериал Инспектор Гаврилов Четвертая серия Ничего такой Заехали в Минветково Я тут немножко подшаманил Кабель-канал Пустил провода Стяжечками затянул И теперь симпатично Надо было, конечно, показать, как было до Ну, вы, наверное, понимаете Все тут висело Было целый шлейф Вот тут тоже подзатянул И дальше в шкаф Достаточно удобненько там получился Роутер стоит Все отлично Ну я просто филигранно встал Даже не верил в свои силы Смотрите, какое расстояние Вот, если что, вот рука Сейчас придем домой Серики посмотрим И банюни Здесь вкусняшек много, если хочешь Я вообще голодный, если честно Да? А я у мамы поела Ну давай я тебе сейчас что-нибудь сделаю У нас есть что-нибудь быстренькое Суп немножко, кстати, остался сырный Но ты, наверное, не захочешь на ночь Да блин, два дня подряд его на ночь есть Пусть что-нибудь новенькое Знаете, что я с вами давай быстро приготовлю Давай Из чего-нибудь готового Сосиски есть, сардельки есть Давай сардельки, да С чем-нибудь, с макарошками Да На самый конец матча успеваю 1-0 испание идет Уважаемые дети А сейчас дядя Андрюшка вам расскажет Как вам усилить дома в квартире Wi-Fi сигнал Давай, заходи Короче, кто не знает У меня два провайдера в квартире И два роутера Которые раздают Wi-Fi На одной сетке мои девайсы На другой твои Там Apple TV и прочее Вот, я сейчас установил все приложения Инсайдер офис Давно хотел это сделать И просто посмотрел На каких каналах сидят соседи И на каких каналах работают мои роутеры Понятно, они в авторежиме Вот, и сейчас я кастомно настроил Свои каналы Чтобы никому не мешать И они были максимально свободны Вот сейчас у меня тариф 500 мегабит Все, я вышел на максимум Иногда, когда сосед качает И вы на одном канале Скорость интернета падает А ты что, яйца мои записываешь? Да Третий раз пытаюсь сказать Знаешь, как я это со стороны вижу? Вот эти вот сетовые программки Как в фильмах или сериалах показывают хакеров Которые там взламывают, не знаю, Белый дом Или чем-то такое Нет, тебе больше нравится, когда я в биос захожу Господи, это вообще Я не понимаю, как в этом что-то понимать можно Что это за... Да тут все понятно Можно сигналы... Мы на геометрии похожее чертили Что это? Я не буду тебе объяснять А тебе это не интересно Не надо, не надо Мак-адреса, занятые каналы Все роутеры, которые поблизости находятся Сколько есть? Тут вижу штук 15, наверное На каких каналах сидят? Какую скорость они выдают? Можно задрючить соседский роутер Ты сейчас что-нибудь тут натворил И сейчас соседи будут звонить своим провайдерам Жаловаться, интернет пропал Не моя проблема Пусть скачивает инсайдер или любой другой софт И проверяет свободные каналы Я уже даже думаю У меня же есть еще свободное оборудование Всякие расширители, сигналы Куда-нибудь сюда влепить И будешь вон там сидеть в машине И у тебя Wi-Fi будет Ты сейчас весь наш район интернетом обеспечишь С одного роутера Так нет, херушки Своими усилителями Мое Больше интернетой Нам уже столько не надо Это все равно еще больше интернета Слушай, ну ты не помнишь, как мы до этого страдали? У нас постоянно все падало Помню Что прикольно? Вообще нет Сидишь такой на созвоне А у тебя охуяк? Ладно, все У меня очень много дел, как видите, ребятки Вот мои дела Вот мои дела Кроватку заправила Вот мои дела Вот Так что Пошире, естественно Это AX6000 ROG ASUS А это 92U ASUS Мне он не нравится Вот этот фиговый Вот 3, 5, 9, 6, 7 Хоп-хоп-хоп-хоп Ну и на втором компьютере То же самое Добился максимальных скоростей Все Кайф Сейчас хотели поехать на Шкоде Но в итоге ничего не получится Сел аккумулятор Ну что, тачке 5,5 лет? Конечно Пришел негодность Он сел или прям все Сломался Надо ногу Не, надо ногу купать В идеале, знаешь, что сделать Попросить кого-нибудь мужика Чтобы он нас подпитал Вот И дальше доехать куда-то И купить его Чтобы сразу поменяли Я ее полюбила Так она не сломалась Просто надо заменить Я понимаю Но мне так жалко Что она сейчас не работает Мы вчера с Катюхой катались Вечером Ну, просто пили кофе Как обычно У меня при себе не было камеры Но мы заехали на Газпромнефть И у нас получилось Что в нашу Шкоду А там бак 45 литров Влезло 49,8 литров Вот так вот наебывает Я в итоге позвонил в службу поддержки Сказал об этом Он говорит Надо было сказать управляющему Сделать замеры и т.д. и т.п. Я говорю Девушка, вы эти замеры подкрутили Две кнопки там Нажали на компьютере И будет все Тютелька в тютельку Вот А самый прикол Вот я еще не добавил Что у нас в баке 5-6 литров топлива На столах Получается на 10 Наебка в районе 10 литров А это почти 600 рублей На самом деле Очень не хочется чувствовать себя лохом Вот И я для себя принял решение Что на Газпром я больше не поеду Вот и все Я уже туда просто сотни тысяч рублей Отдал как бы Своих кровно заработанных И больше Ну извините На трассе я вообще стараюсь Чаще всего Когда мы едем в автопутешествия Прямо конкретный литров заказывает Там Понятно наебут Но может быть Хотя бы не в таком объеме А мы приехали в Лосиный остров На какую-то интерактивную тропу Где надо снимать обувь Закатывать штаны И ощущать Воду, камни, ракушки Я не знаю, что там будет Сюда? В Габаре Сюда сходим Спросим охранника Где эта тропа Потому что Лосиный остров Он очень большой Ну это да Шесть километров Я надеюсь Нам не придется До этой тропы Пехать полдня Ну сейчас и знаю Вот И все это удовольствие Стоит Сколько? Восемьсот, да? Человек? Да, детский дешевле Отзрослый восемьсот Ну в общем Сейчас попробуем И засниму Бабаевский сквер Но я не уверен Что мы правильно пришли Мы были в той стороне Там Москва Но нам надо В Московскую область Потому что тут Лосиный остров Вот так разделен Кадом И пробки Вонючие 18 минут еще ехать Дачники Я так полагаю Наконец-то мы на месте Вот тут у нас будет Босоногая тропа Вот так будем Пехать И наслаждаться Вот такими покрытиями Все Гоу Поздравляю Ипотеку Мы на вас оформили Оплатили парковку сразу Сколько она стоила? 350 350 И билеты? 800 рублей за человека Нормас Единственное Меня пугает надпись Осторожно клещи Снимаем топтули Ой, там как у меня Тут их очень много Главное, чтобы это Не забрали Рулить нельзя Очень прикольно Босоногие Так, ну погнали Нет, здесь мягенько Нормас А по длительности Не знаешь Насколько она Около часа Говорят Час Да Офига себе Массаж ног Можно сказать Ну вообще Тут иногда попадаются Помимо деревяшек Еще камушки И вот это неприятнее Ну тут песок начался Вон Шкала за жесткостью Да Ну ладно Пошли развлекаться Некоторые Смотри Там как ниндзя ходят Ко мне больно Больно Больно? Еще и деньги заплатили Все то же самое говорят Ага Вот тут уже начинается Конечно Интересная Бедная женщина Она там в охуенезе Типа Нафиг я под это подписалась А я себе буквально недавно Сделала Этот Педикюр На плане пяточки Все обработала То есть у меня они Максимально сейчас нежные И очень чувствительно Да Вот тут конечно Честно могу признаться Такое себе идти Это я выебываюсь На камеру Но Я бы не сказал Что прям Очень классно О Зона керамзита Начинается Не ной Сама меня сюда позвала Не, ну это классно Не отменяет того Что больно Дальше походу Еще жестче, да? Ладно Тут есть если что Альтернатива Для тех Кто не выдерживает Это правда Нет Здесь получше А вот мелкие Конечно Очень сильно впивались Ай Пятка Только что Больно Блядь Признаюсь Чуть дальше Начинается Полоса препятствий Немножко По водичке Пройдемся Штанишки Я подвернул Я надеюсь Там нет Камни Нормально Вода холодная Очень сильно Я ровно Об этом же и сказал Начинается Зона морской гальки Но это мы стерпим Тут вроде норм Начинается Зона волонов Я надеюсь Продолжение следует... Я надеюсь Продолжение следует... так мы чё понюхаем что нибудь только аккуратнее у тебя все светлое чтобы не было капель брызг всего и запах тут чувствуешь аромат прикинь это навозные опилки нереально господи приятного аппетита конечно заснял ну ничего меня обнадеживает что там есть речка скользко аккуратнее прикольная развлекаловка мне конечно триггерят больше все вот такие маленькие каменюшки все остальное то норм тебе чё как камушки мне такое ощущение что в самом начале мне было больно идти даже по обычным камушкам а сейчас мне как будто я не знаю ноги привыкли слушай это идеальное видео будет для знаешь для кого для фут фетишистов пожалуй немножко постоим потому что там очередь и все очень медленно идут мне такое не нравится хорошо прям идти и наслаждаться дорогой в своем темпе а не как как пингвинчик вот так вот на месте топтаться ребят ну это больно вот эти маленькие камушки самые неледимые мои а у тебя красивые у меня просто грязные такие слышь катюх потом через два месяца мы показываем ребят у нас грибок лечимся уже давно катюнь ну ты очень легко и быстро прошла там очередь основная знаешь что было когда детки маленькие прям совсем они полторы-две минуты тратят на прохождение из-за этого такая очередина вот этот аттракцион качели мы пропустили потому что по одному человеку проходит и традиционно все мамки своих детей снимают ой ты посмотри на меня ой тут солнце вы тут короче очень долго стоит ждать ну и мы по сути все прошли я пройду этот аттракцион за три секунды да надо в будни идти тогда у тебя будет комфорт я не могу вам что-то шла ради того чтобы сделать офигенный массаж стоп вот этого все ой этих не было еще да этих таких не было они вообще живы это как будто гранит их будто бы наточили реально не я спокойно прохожусь мне главное вот эти маленькие больше всего так напрягают мои пятки и стопы в целом все финиш официально поздравляю сейчас помоем ноги и посмотрим что еще есть вообще основная цель у меня конечно бы поесть я очень голодный да 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 вода леденючая вообще каково это нормально ну-ка давай не знаю видимо ну чё как тебе кроссовках идти вообще как бы ты заново родился это да какой кайф кроссовках это надо погрузить понимаешь в комфорт да 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 и потом понимаешь насколько же круто кроссовках это когда мы с тобой где-нибудь в путешествии спим на хреновом матрасе и потом приезжаем домой и такие о да наш любимый матрас я уже повторяюсь место классное рекомендую особенно если у вас есть дети я думаю они получат огромное удовольствие ну а мы с Катиней сейчас едем в дудок это дудушка не перестает меня удивлять я когда заказываю в других каких-то ресторанах по типу егитория я всегда в интернете ищу какие-то промо-коды и это занимает несколько минут пока я найду сайт действующий работающий промо-код а здесь я просто вот захожу в корзину уже чтобы оформлять заказ и тут есть типа скидки акций я листаю-листаю и тут скидка 10% при заказе от 1099 и скидка 15% при заказе от 1149 где я применила все у нас скидка 15% это как раз наша команда за этот день то есть даже искать ничего не надо в приложении ты выбираешь скидку а еще тебе дуду коина начислили 66 дуду коина потом можешь сделать заказ дудстархолярные мы с тобой во вкусная точка когда заказываем применяем промо-код чтобы нам начислили баллы они очень медленно копятся типа мы заказ делаем на тысячу, на две тысячи нет, везде я заметил, что программы лояльности говно мы в этом плане честны и даем скидки и все такое а здесь за 1300 рублей мне дают 66 дуду коинов это прям нормально ешьте в дуду ясно я так и хочу дышать я так и хочу дышать я так и хочу дышать приятного очень рекомендую попробовать пинок оладу не потому что я здесь работаю а она действительно вкусная и вот этот лимонад малина гранат очень вкусный но ты его еще не попробовала в смысле я его уже раз третий беру а, да? да, он очень вкусный обалденный и на колоду здесь просто просто божественно божественно с чего мне надо начать? с пастой? с пастой да, да, да а потом кто? а я с салатом его кстати я здесь не пробовала надеюсь вкусная заправка потому что все дело в заправке обычно в Цезаре ясно зацени но я ни разу не пробовал признаюсь поэтому пока не рекомендую и мы на районе сейчас идем к шкоде нажимай все оп вот и фоткай что тут написано 640 а не 70 72 все он был прав он все говорил там 60 у вас или 70 а у нас 72 а он говорил 70 вот полностью фоткай только аккуратно клей мы не задень все этого достаточно Катюнь все ты молодец все все угомонись видите какие у нас интересные дела то а? Катя так расстраиваться целый день все я на машине привыкла теперь на автобусе придется а? она меня помнишь гнала? скажи заебись же на машине а? а? а че ты все время все на машине? нет я это не про это говорила я говорила про то что хочется и пешком гулять побольше а ты видела римс прикольный и там вот это было нет или ты или ты или ты будешь за рулем а я буду так окошко откроешь и я буду с тобой вот так вот убежать да да мне это нравится все сфоткала? да сфоткала? полностью и саму наклейку да поближе? ну все давай закрывать оп ну опять же с ключа ну как просто ради интереса не она все все не хватает у нее силенок только с ключа ну хоть так сегодня утром она даже с ключа не с первого раза откроет вообще испугалась я сегодня думала поехать за рулем я же не знала что с машиной что-то не так и я короче сажусь нажимаю на эту кнопку зажигания оно начало тарахтеть там что-то ругаться на меня все ошибки повылезали я думаю мы сейчас залетим что вообще происходит? ну да поведение такое ну для женщины особенно которая да вообще не вдупляет что происходит от санта от санта я не испугался а что пугаться то? все равно мне платить да я прям вдупляет ты тоже ничего не вдупляешь все вдупляет я сразу понял я же тебе сразу сказал аккумулятор ну что ты перед камерой выделываешься ну я же сразу сказал что это ходим по району ищем тачки ну для того чтобы нас прикурили видели x7 разбитую так жалко картон просто да а не металл ну какой тут нож прям острый о не трогай жалко машинку даже диски да тут вся видишь сторона разъебана вон проводки тоже торчат и пострадал и пострадал и пострадал и пострадал зеркало поцелое как-то люди не идут на встречу мы двух остановили один у него не было этих проводков а второй даже не стану слушать он показал что эти проводки ну и уже пошел нахуй короче еще кратко нашел таксиста доброго он причем сказал что провода оставил дома и говорит могу привезти я говорю а что мне провода мне надо чтобы еще кто-то подкурил он говорит ну ладно я сейчас вернусь поехал во вторую очередь нашего ЖК и сейчас подъедет самое главное нам результат получить чтобы мы ее завели я тебе точно уехали с тобой купили аккумулятор а? итальянец мой почему итальянец ты жестикулируешь ну я да вот он постоянно кстати вот этот мотоциклист пердит под окнами я когда сижу работаю на созвоне там и так далее он очень часто там под окнами так 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 да ну да что сейчас напью на мне меня Пожалуйста. Есть контакт. Не знаю почему, мне страшно. Завелась. И дым идет. Добрый таксист. Спасибо тебе еще раз. Все, тачка заведена. Что мы укладываемся? Сейчас полдевятого. Туда не успеем за полчаса дарить. Катя просто к тому говорит, что там до девяти мастерская работает, которая может махнуть. Только что купленный у них аккумулятор. Либо давай там заночем тачки. Не будем ее глушить, опыт имеется. Одеяло есть, между прочим, с этим матрасиком. Взяли турецкий Максон. Сказали, вроде неплохой. И вообще не надо заморачиваться по поводу там марок. Потому что все это на 3-5 лет. Постоянный. Постоянный, да. Еще поварили омывайку летнюю. Сейчас мы поедем в АКБ-24, за 500 рублей нам все махнут. Не, сюда я не хочу ставить. Грязный просто. На пол поставь заднего сидения. А, она закрылась. Ага. О, сработало? Ну он же немного подзарядился. А, точно, точно. Ну и все. А ты переживала. Поехали. Ура. У меня будет машинка. Я уже только расстроилась. Я уже все, я уже думала то, что... Блин, мне так неприлично. У тебя картинка перевернута здесь. Я, короче, думала, что уже долго мне придется без машины. Пока это все починится, а оно вон оно как. Катя думала, что аккумулятор это самая дорогая запчасть в тачке. Я бы работала с двигателем. Чуть-чуть. Думала, что аккумулятор стоит 100 тысяч. Не 100, минимум. Я думала, больше сотки. 100%. Нет, двигатель на Octavia стоит, я думаю, от 600. Да? А то и больше. Так вот. Слава Богу, у нас аккумулятор не двигатель. Блин, такая ручка у нее неудобная. Еще он тяжелый. Так, ну что, заводи. Завожу маршрут. Нам какую-то бумажку дали. Гарантия 3 года. Все. Он готов полностью к эксплуатации. Сейчас главное перекинет и все. Что? Телефон не знаю где? Нет. Я просто обычно в левый карман. А он сейчас в правом. А я уже пристегнулась. Все. Так, ВКБ 24. Он круглосуточный. И замена будет стоить всего 500 рублей. Все. Поменяли нам аккумулятор. Завелись. Все работает. Теперь вместо черного стоит красный. Красота. 5 минут и готово. Да. Посмотри. Я уже посмотрела. Теперь так сильно выделяются. Да. Мы черные, теперь красный. Да. Все? Ты счастлив? Я очень счастлив. В следующий раз возьмем этот корейский за 15. Какой-то гейл за 15. Да. Он должен там 6-7 лет прослужить. Но мы не разбирались, не знали. В следующий раз другой возьмем. Я не знаю, что тут надо подождать или что надо поделать. Что понажимать. Настроить как-то. Я не знаю. Вот и я не знаю. Ни разу не менял. Господи, ты меня испугал. Вообще. Ну, актриса. Все, буду есть свои блиночки со сметаной. Смотреть сериал. Дурачество. Давай смотреть. Я уже два съела, но еще один оселил. Время 11 часов 15 минут. В воскресенье. Пришла Катюня. Вот такая уютненькая в одеялке. Ай, романтично-то как. Еще был бы за окном Париж какой-нибудь. Я встал в 8.30 утра и сразу за монтаж. Ну и плюс из-за того, что я встал рано, я и лягу пораньше. Потому что, блин, задолбало в два ночи. Знаешь, засыпать, а потом на работу. Ну, такое себе. Я хочу завтракать, Катюнь. И кофе. Я тебе еще часа три назад сказала, что завтрак сегодня на тебе. Растораном проснулся. А я монтировал. Ну, пожалуйста. Я жду завтрак. Ну, пожалуйста. Ну, хоть разочек за эти два года. В следующие выходные. Обещаешь? Ну, попробую. А в следующие выходные ты ляжешь поздно и встанешь поздно и скажешь, не, завтрак себя. Да. Ну, пожалуйста. Ладно. 30... сколько-то минут я тут намонтировал. 31. Вот. Так что влог опять будет длинный. Давай, просыпайся. Ну, пойдем обнимемся. Побесимся. Сегодня вот эти две котлеты бургерные пропадут. Сегодня последний день. Надо их съесть. Побесимся. Побесимся. Да. Вдруг, говорит. Ну, не то сделали. Ну, давай уже. Все. Спасибо. Соседний, который закрылся в тот раз. Он там уже приобрел просроченный товар. Не, не выдержал. Написал мне, что его отражают и у него пытаются отнять товар. Ой, спасибо. Я просто пытался прилепить твоим октопусом. Ну, могу вот так вот. Ну, спасибо, блин. А зачем мне двигаться? Зато держится крепко. Да. Значит, если в следующие выходные будет все нормально, с погодой, как бы со здоровьем, со всеми этими делами, а что, этот на меня сразу впился глазами. Ну, рассказывай. Это улыбнулось. Да. Я к тому, что это, может быть, это на кораблике, на корабликах покатаемся. Мы заехали за Мама. Мама, привет. И снова пришли в Додошку. Чтобы не подумали, что я рекламирую. Действительно, люблю эту компанию. В разных городах. Всегда заказываю весы только в Додо. А здесь шортики, юбочка, платьица. Да? Угу. Что ты сделала с собой? А он мне близко снимается. А у меня нет штучек на лице? Не, прыщики-то у меня. У меня нет штучек. Нет, прыщиков нету. Переходный возраст. Странно. Странно. А Кате очень сильно понравились крылья. Вторую порцию заказа. Мы немножко покатались с девчонками. Раз уж я в Медведку, решил забежать в мою любимую брикмахерскую. Прикмахерская. Прикмахерская. Дорогой. Ты доволен? Я доволен. Все. Ну, это не так. Ой, сейчас только небесно я почешусь. Мелкие волосики. Ну, что? Как подстригли меня? Красавчик. Очень красавчик. Красавчик. Ну, что купили все? Да. Мы уже дома, и Катя решила побаловать меня домашними бургерами. Вот такая вкуснятина получилась. Падает. Падает. Главное, чтобы у меня ничего не падало. А у тебя без разницы. Все. Приятного аппетита. Футбол, наверное, сейчас переключим. Тебе же неинтересно его смотреть, правда? Да. Лучше. Не особо, да? Сериячик лучше какой-нибудь. Лучше, да. Попить будешь что-то? Давай. Мы же лимонадик попробуем, который сегодня взял. Давай. Вот такой. Красивые бутылочки. Первый раз будем пробовать. Волчок. Блин, название, конечно, чудное. Все. Теперь можно лопать. Приятного аппетита всем.